Раннее воскресное утро 11 ноября года 2011 ничем не предвещало битвы. Разве что по мощному дыму у русских бань на Малиновой, в мареве которого таяла луна, можно было судить о том, что что-то ранее невиданное нигде состоится на земле Магнитогорской. Это было сражение титанов банного дела. Нет, конечно, мировой чемпионат выносливости имеет место быть, и там Россия в буквальном смысле потеряла своего рекордсмена. Здесь решено было провести фестиваль парения, который по сути нигде, кроме как в комплексе русские бани на Малиновой, провести было бы и невозможно. Да потому что комплексов из 10 бань практически нигде и нет. Это и обеспечивало независимость судейства. То есть 8 команд парильщиков парили 8 судейских бригад, которые физически не могли пересечься друг с другом. И вот на этом заседании вставки верховного главнокомандующего, а по нашему организатора и руководителя фестиваля, раздавались последние ценные указания и директивы. А затем уже парильщики пошли получать свое табельное оружие, как то веники и собственные приспособы, а судьи заняли свои укрепленные точки. Потому как каждому предстояло не только пропариться аж 8 раз за сутки, но и стать свидетелями действия под названием чудо парения. Как относитесь к холодной воде? Нормально. Аллергии? Нет. И к нацикрусамкалипсии? Нет. Все воспринимаем. Все замечательно. Заболевания сердечные, сосудистая система, не наблюдается. Не наблюдается. Шайку в руки и давай, мыло хлещет через край. Грязь и копоть без следа смоет щедрая вода. Взявши веник на полок, заберись под потолок. Охлестнись разок-другой. С легким паром, дорогой. Мы стараемся все это сделать медленно, с расстановкой, с чувством, чтобы человек, который парится в бане, получал эстетическое удовольствие. Ну что ж, сейчас мы немножко подремимся. Подремимся от этого воздуха. Затем положим на голову холодную пихотовую линейку. После этого подремя берется с собой в сторону. Затем ополосимся немножко прохладной водой и уже пойдем отдыхаться. Хорошо? Пошел. Подробно. После такого становится понятным, что такое настоящее парение. А это и душа, и сила, и праздник. Как праздником стало и открытие буквально в этот же день новой десятой бани. О которой мы вам расскажем в дальнейшем. Нам здесь дано было понять другую сущность. Сущность объективного судейства. Профессионалы не умудряются за 10 минут у тебя увезти на седьмое небо. Серьезно. Это все-таки школа. Это мужской, наверное, поступок. Попробовать 10 парений в день. Осилим? Да. Да. Мы это да. Я даже хочу на следующий раз увеличить парение. Увеличить время, потому что, чтобы сам парильщик раскрылся. Хотя бы сделать минут 25-30. То есть, вот я считаю так. Это уже для истины. Ну, а кто начинает, хотя бы с малого пускай начинает. Ну, я вот, мое предложение будет на следующий раз, чтобы парение было 25-30 минут минимум. Тогда будет нормально. То есть, делаем круглосуточный марафон в русских банях. Согласны. 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 Честное слово. Согласны. Вообще, очень понравилось. В принципе, хорошее начинание для нашего города. В принципе, есть какие-то нюансы, но оно всегда первый раз. Но я думаю, на второй, третий уже в чем ошибки будет еще интереснее. И команды будут более, сейчас выйдут в сайты, в телевидение. То есть, уже люди придут, уже на следующий раз более еще профессиональные. Я думаю, интерес появится. Во-первых, у нас сами бани очень великолепные. Парилки великолепные. Самое главное, баня стоит на родниках. Это немаловажно. То есть, вода, вода, это, ну, в бане это очень много, значит. А если еще хорошие, ну, да, это вообще, это прекрасно. На этом можно потратить и время, и силы. Но самое главное, это заряд, ну, на будущую неделю это точно будет. Отдельная тема организации. Если честно, то такой слаженности действий позавидовал бы любой полководец. Все четко. 10 минут подготовка и 10 минут парения и переход. А там у кого как получится. Что и обсуждалось участниками на обеде, организованном в одной из бань. Война войной, а вот обед по расписанию, да, и сок у нас, а не пиво. Вообще, алкоголь и баня совместимы, нет? Нет, ни в коем случае. Это большая нагрузка на сердце. Да, это смерть. Вы сколько лет занимаетесь банями? 40. И 40. То есть всю жизнь занимаемся банями? 40 и 40 лет. Ну, я с детства, с малолетства хожу в баню, а профессионально, так сказать, ну, не знаю, насколько это может быть профессионально. То есть, ты вот в какой-то момент понимаешь, что ты за этот опыт можешь брать, набраться смелости, брать деньги. И все. То есть, я парю-то уже много-много лет друзей, там, родню, там, гостей, там, кого-то. А за деньги начал лет 5-7 назад заниматься. Ну, у вас там хорошо, свежий воздух, мяс, чистая производство. По всей России работают? Ну, по всей России, от Сочи до Алтая, везде. Мокаемся, нас куда позовут, мы там и парим. То есть, мы такие банщики передвижные. Нам о том, что будет фестиваль, сказали вчера в обед. Мы вчера в 12 ночи, я после своей бани, я сам детей попарил, значит, из бани вышел. В 12 ночи сели на машину, в 5 утра мы были здесь. До 8 поспали, в 6 мы легли спать, до 8 поспали, потом пошли сюда соревноваться. За 40 лет, ну, опыт, понятно, банных процедур просто очень большой. Магнитогорские и русские бани на Малиновой, как вы можете охарактеризовать? Ну, я бы сказал так, если брать какой-то рейтинг популярности, они будут в первые десятки. В первые десятки. По России, да, получается? Наверное, даже по России. То есть, они очень разнокалиберные, они очень приспособляемые для любого человека, они очень разные. И на самом деле, в чем прелесть этой бани, что можно одному и тому же человеку ходить сюда 10 раз, они ни разу не повторятся, он каждый раз будет приходить в новую баню, потом выберет для себя ту, которая ему больше по сердцу. Где-то ему больше холодной воды надо, где-то больше горячей, где-то ему более горячую в баню, где-то надо вот с такой парилкой, где-то вот с такой парилкой и так далее. То есть, у кого какое предпочтение, но здесь есть выбор. И это самое главное. И они настоящие русские, потому что основные бани, которые вот сейчас встречаются, они все как фастфуды, то есть быстропиты, да, то есть их надо за 40 минут натопить, быстро содрать деньги с клиента и гулять дальше. А как там чего уж получилось, это не наше дело. Здесь бани сделаны с душой, по-настоящему чувствуется, что не просто вот сделана такая для заработка денег. Да, деньги это важно, но это не главное. Здесь сделано для души. Итак, экватор мы перешли, да, покушали, пообедали. Сил-то хватит? Мне да. Ну что ж, по коням. В Буденовке, естественно, и на финальную часть банного марафона. И мнение гостей из мяса вы слышали. Но как же парятся в Кургане, например? В Кургане парятся тоже по-разному. Есть много различных методик, техник парения. Но в основном, конечно, предпочитают обычно наше русское парение с березовыми венечками, с контрастом со льдом, со снегом. А также, в принципе, так же, как и везде, наверное, везде обычно парятся. В России любят. У вас тут свой секрет есть. Люди просто так в ауте, в легком после вашего парения. Вы вдвоем парите? Да, у нас есть элемент, где мы парим вдвоем. Не все парение, но часть. Как для того, чтобы получше человека прогреть, пропарить получше. То здесь лучше работать вдвоем, чем одному. Ну и парильщик, конечно, физически тоже, чем одному пропаривать. Профессиональный парильщик понимает, что баня должна топиться на дровах и быть каменной. Какая баня здесь, в русских банях? В русских банях очень хорошие парные. Топятся на дровах. Вы говорите, пар очень хороший. Печки жаркие, да камни хорошие используются. У нас, честно говоря, они такие стоят. И все-таки почему русские бани? Дело в том, что я тоже люблю париться. И был на Поволжье, там париться по-черному. Как-то здесь все-таки по-чистому мы паримся. То есть мы уже с позиции людей опытных можем говорить, что Урал – это банный центр России. То есть этим соревнованиям мы можем дать статус всероссийских? Не можем, а оно так и есть. То есть в основном-то соревнования по парению, я еще не слышал, что где-то устраивали. Но может быть там один-два когда-то где-то. И в таком объеме, я считаю, еще не было таких соревнований в России. То есть, во-первых, тут восемь команд участвуют. И все в равных, как говорится, условиях работают парильщики. Регламент строго, как говорится, выполняется. И все недостатки, все преимущества у парильщиков тут как бы на ладони. Все четко, очень грамотно все сделано. И я думаю, что это не первая наша встреча, не первая наша соревнования. Это пойдет, пойдет, конечно, ежегодно будет. То, что вы не видели, как парят этих специалистов, эти специалисты вполне объяснимо. Непридуманная еще камера, способная выдержать температуру за 100 градусов. Но вы это можете почувствовать сами, отдавшись в руки победителей, которые, забегая вперед, скажу, из местных. Здесь же, опять же, оценив по достоинству высокую степень подготовки и организации фестиваля, ровно в 18.00, теперь уже судейская комиссия, разложив по полочкам каждого, вынесла свой вердикт. И призы, а это и фантастический торт, и памятные кружки, и, естественно, волшебные шабузи под аккомпанемент русского народного хора нашли своих хозяев. И теперь уже факт. Первое место за представителями профессионального коллектива парильщиков русских Байна Малиновой. Вот вам и суворовские правила. Дисциплина – мать победы. А еще и артистизм и профессиональная любовь к своего дела.